всем привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу очень простой способ как научиться играть в world of tanks и почему некоторые люди становятся хорошими игроками как они сами себя развивают в плане скилла в игре сами себя учат и тренируют и чем они отличаются от людей которые просто находятся в этой игре и деградируют все время сколько находится в игре их скилл не развивается вообще не развивается просто нулевое развитие почему так я давно хотел сделать какой-то невероятно большой гайд для новичков в котором рассказать все начиная там от анаара и заканчивая там в бою что то где там чё куда делать но этот видос на этапе даже рассказывания в ангаре про перки там модули шмоду ли уже затягивался около часа делать видео часа на два для новичков такое себе занятие я конечно могу просто все взять целиком от начала до конца рассказать что как почему но это видео будет очень длинная поэтому я решил пойти по другому пути сделать не такое длинное видео и научить вас не всем мелочам игры а научить вас самим себя учить играть world of tanks но для этого вам нужно изначально стать на правильную дорожку я вам укажу направление а дальше вы сами себя научите играть world of tanks сейчас я вам буду доказывать почему эта дорожка правильная поскольку большинство танкистов самое сложное почему у них нет скилла им невозможно ничего доказать и переубедить сейчас я вам просто покажу на примере как добиться и скилла и статистики если вы хотите можете уже шкрябать в комментариях что для коммуния не узнаете статистика все играет лишь бы как-нибудь кому надо тот захочет и добьется кому не надо тот бы сюда на это видео не пришел итак начнем со статистики по серверам по танчикам и так берем 6 месяц 2019 год на кттс тут есть статистика танчиков тут есть средний урон средний процент побед и так далее итак выбираем уровень допустим 10 тип техники допустим птс ау вот у нас остались десятки птс ау сортируем по проценту побед самый высокий процент побед и самый низкий внизу 55 на вариант 4 объект 268 52 процента на стрв на и третьем 51 с половиной ну и так далее до 48 процентов тут кстати есть ваффентрагер я так понимаю здесь статистика берется не только с рук кластера но это не столь важно глобально покажу вам пример и вы поймете смотрим что процент побед в среднем от от 52 до 48 и 1 выделяется 55 процентов из этого мы понимаем что самая имбовая птс к сейчас в рандоме это 268 вариант 4 хоть ее и по нерфе ли но процент побед у нее самый высокий и средний урон у нее тоже самый высокий из этого мы понимаем что мобильная бронированная птс к с не самой большой альфой но параметры у него в принципе на пушке нормальные и по альфе пробитию и по всему остальному нету такого что допустим большая альфа и когда дни 10 дней все более-менее усреднено такая альфа среди птшек не самая большая не самая маленькая пробития нормальная мобильность броня все эти параметры помогают этой птшки и побеждать и урон набивать быть эффективной в бою а вот остальные птшки эффективными всегда в бою не назовешь поэтому и процент побед у них тухляковый итак теперь мы переходим допустим к тяжелым танкам тяжелые танки на десятом уровне на десятом уровне сортируем точно так же по проценту побед и видим что здесь есть уже проценты 64 59 57 54 да тут есть танки за гк и за лбз но давайте мы их допустим отбросим в сторону за гк и за лбз и и мы видим что прокачиваемый танк тоже имеют процент побед 54 тяжелый 53 53 53 53 53 52 почти 53 53 почти тоже опять же и тут только в середине начинается 52 с половиной 52 31 52 52 52 и 48 процентов даже почти 49 всего лишь один танк старый дряхлый из 4 из этого мы понимаем что из 4 это никуда не годится этот танк но опять же смотрим боем на нем мало на из 7 боев довольно таки много из этого мы понимаем что на нем играет много слабых игроков потому что такое количество боев скиловики не сумеют накатать поэтому процент побед здесь занижены на и си седьмом не только потому что танк слабоват большей степени потому что он сильно популярен и на нем много рачков играет танк конечно и всем не самый имбовый но далеко не самый плохой и здесь по статистике если подумать мозгом можно понять что и всем хоть и находится внизу но не самый плохой для этого нужно посмотреть на количество боев их сильно много ну и исходя из опыта играя на и си седьмом и всем не самый слабый танк а вот всякие е100 е5 и fv215b и из 4 здесь находится вполне заслуженно что я хотел в общем показать посмотрите что в среднем на тяжелом танке процент побед в общем лучше чем на птшках давайте перейдем теперь на средние танки и посмотрим процент побед на средних танках и увидим что процент побед на стшках вообще до 48 не опускается всего лишь один танк это старючий т-62а который в принципе мусорище просто убогая именно он является самым днищенским ст 10 уровня и всего лишь один танк у которого процент побед ниже 50 мы видим что ст-шки это самые часто побеждающие танки в игре world of tanks из этого следует что на ст-шках чаще побеждают потому что они более часто приносят пользу в бою чаще участвуют в бою соответственно чаще побеждают еще у нас есть легкие танки их конечно здесь немного видим что у них процент побед такой посерединке и у ебэра нынешние такой вот имбы которую еще не все успели прокачать боевых мы видим что у него не так уж и много конечно меньше всего на каком-то вот это вот что не хер пойми шо на нем меньше всего сырали на ебэре сырали чуть побольше но у него процент побед 67 мы видим что лт-шки хоть и приносят процент побед но они болотаются по серединке потому что на них легко побеждать и приносить победу только на некоторых картах а побеждать на многих картах на лт тяжело поскольку на закрытых картах реализовать лт-шку сложнее и там нужен высокий скил из этого следует что уже посмотрев на статистику мы видим что пт-шки это самый нищебродский класс техники в игре world of tanks это наиконченнейший класс техники для того чтобы играть в игру world of tanks но на удивление пт-шки это самый популярный класс техники в игре world of tanks их больше всего встречается в бою самый лучший класс техники для игры world of tanks это средние танки они чаще участвуют в бою они более активные на них легче всего учиться играть world of tanks лучше всего поднимать статистику принимать участие в игре и просто играя и выкачивая средние танки вы будете учиться играть в world of tanks играть хорошо играя на пт-шки вы тупо деградируете всегда играя на лт-шки вы в принципе тоже будете не очень приносить пользу да и учиться будет тяжело поскольку на них сразу сложно лучше на лт-шки садиться после ст поскольку к лт-шки нужно подходить уже подготовленному что касаемо тяжелых танков это что-то между пт-шками и ст-шками оно конечно лучше чем лт оно лучше чем пт но все же отстает от ст-шек но тоже есть достойные тяжелые танки это простые логические выводы гляну на статистику я когда начинал играть в танки я начал качать тяжелую ветку не докачал ее начал качать ст потом тт а потом я начал выкачать все ветки ст-шек я просто все перекачал все ветки которые ст были в игре я их все выкачал на всех переиграл на всех наигрался я сразу начал учиться играть в world of tanks и статистика у меня в принципе довольно таки неплохая я бы не сказал бы что я какой-то офигенный супер мега игрок но даже у меня в принципе что-то да получается при том что я не скажу что я прям сильно прям супер стараюсь поскольку world of tanks очень тяжелая игра в моральном плане играть в нее и получать удовольствие но при этом при всем с остатка все нормально даже не напрягаясь если был бы стимул можно было бы лучше но поскольку стимула нет то вот имеем то что имеем вот заходим на сайт world of tanks и смотрим что у меня на пт-шках всего лишь 6 тысяч боев а на ст-шках 30 тысяч боев из этого следует вывод что учиться играть нужно на ст-шках и скил вы поднимите на ст-шках и статистику вы поднимите на ст-шках ну ладно про меня я тарачина знатная давайте посмотрим на хороших игроков world of tanks может быть я не уверен что тут все прям гениально офигенные игроки в топ 10 игроков по vn 8 но некоторых из них я смотрел стримы и это очень офигенные игроки по типу страйка и остальные я смотрел в основном страйка поэтому из остальных я ничего говорить не буду и посмотрел их статистику мы поймем что там то же самое что и у меня но поскольку я рачина то у меня статистика значительно хуже давайте посмотрим вот все эти ники я уже открыл вот они тут вверху есть ники подписаны я не буду каждого из них пролистывать вверх чтобы вы увидели ник для того чтобы сэкономить время давайте вот посмотрим сверху вниз 10 человек первое место смотрим на пт-шках боев мало на ст-шках много и на тяжах много второе место пт-шек мало ст-шек много третье место пт-шек мало ст-шек много тяжей тоже многовато следующий пт-шек вообще практически нет еще человек вот пт-шек в два раза меньше чем ст-шек еще много тяжей и лт-шек достаточно ну в принципе более менее разнообразно но все равно пт-шек меньше всего и то еще смотря какие там пт-шки есть пт которые играются в принципе как на половину ст следующий человек опять же пт-шек меньше всего и тут где-то в районе седьмого человека есть очень очень интересный экземпляр вот мы к нему подошли чел играет чисто на пт и вы даже уже наверное догадались на какой т-67 30 тысяч боев среди всех этих топ-10 по вн-8 игроков я на 900% уверен что самый слабый по скилу челик это тот который отыграл на т-67 30 тысяч боев но статистику тем не менее он набил а вот скилл сомневаюсь что там вообще он какой то есть и люди которые тоже захотят по примеру этого человека набить статку на т-67 вы не забывайте что нужно на этом танке держать 73 процент побед средний урон 1200 у большинства людей которые играют на т-67 средуха наверное в районе 300-400 и процент побед 48 так что даже не мучайтесь вы только будете опускать свой скил еще дальше следующий человек пт-шек почти нету тупо ст-шки и вот пт-шек нету ст-шки но вы принципе поняли что я вам хочу сказать сейчас очень популярны пт-шки в честь чего самый убогий класс техники популярен в игре world of tanks я даже не знаю но я никогда не перестану удивляться логике танкистов поэтому если вы хотите деградировать по скилу и получать самый отвратительный геймплей в world of tanks добро пожаловать на пт хотите повышать скилл и делать игру лучше и содержательнее будет приятней нам всем играть если пт-шек будет меньше а люди будут стараться и играть в нормальную игру пересядут на ст тт и будет нормальная игра и для вас будет лучше вы будете учиться играть в игру вы будете играть на нормальных адекватных классах техники на которых можно активно приятно содержательно играть в игру еще и скилл повышать я не пойму вообще почему люди играют в таком большом количестве на пт еще умудряются сейчас еще и на лт-шках много играть это два самых неподходящих класса техники для игры world of tanks один сильно слабый и убогий второй сильно сложный и не подходит под все карты вы конечно же поняли что лт сложные пт убогие вот в принципе и все за арту ничего не буду говорить абсолютно ни слова с вами был варчик играйте красиво пока пока